И снова с вами я, Изабелла Ридс, и снова сегодня я буду разбирать ошибки новичков о том, как они подбирают товары и какие товары на Амазон продавать нельзя. Смотрите в этом видео. Так, смотрим. Небольшое количество результатов уже хорошо. Черчисрейт 0,2% тоже хорошо. Теперь смотрим продажи, насколько они есть. Хотя бы поискали. Так, а продаж у нас в принципе особо-то и нету. То есть у нас есть один продает Woodnot, Woodchain link decor, shelf decor. У него 380 ревью и 24 доллара, что неплохо. Амазон фи в принципе вписывается. Вообще неплохо. На 300 ревью, 400, со 50 тысяч. Но остальные, посмотрите, у остальных в принципе таких продаж особо и нету. Но поскольку, вот смотрите, вот он вот такой вот продается. Опять-таки здесь 145 ревью, уже 15 тысяч. То есть вам нужно будет здесь, если вы захотите с этим товаром пойти, вам нужно будет изощриться. Потому что повторить один в один, как тот, который уже продается на Амазон, вы не можете. То есть посмотрите, здесь, например, вот этот продавец он добавил custom. То есть он добавил вот эти четки. Можно посмотреть, как он предлагает их использовать в интерьере. Да, то есть он предлагает их просто в эту bowl положить, да, и они такой какой-то вот элемент decor они составляют. Их можно покрасить, он также предлагает это сделать. И у него там на 2000 с чем-то уже продажи есть, так. Тем не менее, остальные вот те, которые здесь реально имеют продажи, это продажи вот этот вот, который двойной, да, у которого самый большой Амазон фи. То есть вам здесь нужно подумать, какой вы сможете сделать custom так, чтобы вы могли отличаться, и чтобы вас кто-то покупал. То есть, смотрите, вот этот сделал custom, набрал 3 review, его не покупают. Причем, если он набрал 3 review, ранг 264, тут хотя бы что-то должно стоять. Тут ничего не стоит пока что. Можно посмотреть, как у него там менялся ранг, опять-таки зайти к нему на страницу, посмотреть вообще, когда у него была последняя покупка. Последняя покупка была, когда ранг менялся вниз. То есть вот здесь покупка произошла у него 30 мая, здесь рос ранг, здесь покупка произошла 6-5 июня. И потом еще одна произошла, и потом у него еще одна произошла. То есть у него вот, грубо говоря, раз в 3 дня по одной покупке происходит. Каким-то образом у него прилетели 2 review verified, что я вам гарантирую, они не verified. Просто было удачно, у него получилось эти review получить, Amazon их потом вынет. И, собственно, все, да, еще review сразу с фотографиями. Ну, то есть это 100% фейковые review, то есть они нереальные. И, то есть, смотрите, вот он не зашел. Он вышел на первую страницу, но он не зашел. То есть он не будет продаваться, у него не будет хороших продаж. Скорее всего, как бы он не старался. То есть к тому виду, что изменение формы не факт, что вы с этой формы сможете хорошо выйти. А если вы выйдете с тем, что уже здесь есть без изменений, то вас задавят местные продавцы, которые уже здесь продают. Если они у нас с вами, этот у нас US, надо посмотреть, является ли он безначально американцем, или все-таки это китайский продавец. Судя по всему, а, beauty даже. Я даже могу знать. Beauty я почти всех продавцов знаю. Ну, потенциально может быть и можно, если это еще американский продавец. Смотрите, он очень большой. В общем, рискованно можно попробовать, но без custom будет очень тяжело. То есть сюда нужно какой-то придумывать custom. Custom брендировать, делать трейдмарк. И тогда, может быть, с ним можно будет зайти. Но такие вещи, конечно, стрёмно. С такими товарами выходить без custom очень тяжело. То есть, опять-таки, на ваше усмотрение. Я бы прямую не пошла, потому что риск достаточно большой. То есть здесь нужно что-то придумывать и изощряться. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!